Дорогие зрители, футбол постепенно возвращается к жизни. Федерации обсуждают детали возобновления чемпионатов, а немецкая Бундеслига радует нас настоящим ярким футболом. Кроме того, никуда не делись слухи с трансферного рынка. Мы собрали все самое интересное и сейчас с вами поделимся. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Бундеслига вернулась В Германии целый ряд клубов рисковал обанкротиться, если бы чемпионат не возобновился в ближайшее время. Потому немецкая лига стала первым европейским чемпионатом, возобновившим сезон во время пандемии. Теперь на матчи команды добираются на шести разных автобусах, перед играми проводят тесты, а голы празднуют, соблюдая социальную дистанцию. Даже при пустых трибунах Бундеслига вернула нам ощущение праздника. Боруссия разгромила шальки в рурском дерби, а Эрлинг Холланд забил первый гол в Европе после паузы. Это уже история. Юрия Павловича Семина уволили Событие, вызвавшее огромный резонанс в России. После возвращения Семина Локомотив выиграл чемпионство. Дважды взял Кубок России и регулярно выступает в Лиге чемпионов. Но совет директоров своенравный Юрий Павлович не устраивал. Несмотря на то, что за Семина были и футболисты, и болельщики, и пресса, именитого тренера отправили в отставку. Вместо него тренировать Лока будет серб Марко Николич, которого недавно уволили из клуба чемпионата Венгрии. Понятное дело, здесь идут какие-то подковерные игры в кабинетах руководителей. Семин обещал все рассказать после 31 мая, когда истечет его контракт с Локомотивом. Болельщики требуют отставки председателя совета директоров Мещерякова и генерального директора Кикнадзе, притом в очень жесткой форме. Нью-Касл ведет переговоры с топ-игроками Пока что сделка по приобретению Нью-Касла с аудовским шейхом Мохаммедом Бен Салманом официально не оформлена. Но слухи о новичках сорок плодятся день ото дня. По некоторым сведениям, Нью-Касл готов освободить Гаррета Бейла из мадридского плена и предложить за него устраивающую Реал Сумму. Также в список интересов клуба входят Дрис Мертенс и Эддинсон Кавани. Оборону Нью-Касл хочет укрепить за счет подписания Калиду Кулибали. А на тренерский мостик планируется позвать Маурисио Почеттино, который в данный момент находится без работы. Барселона и Ювентус готовят обмен Несмотря на нестабильное финансовое положение, Барса собирается как следует поработать на трансферном рынке этим летом. Приоритетная цель каталонцев – подписание Лаутаро Мартинеса. Но Интер просит за аргентинца серьезные деньги, и это может стать преградой. В связи с этим Барселона планирует провести сделку с Ювентусом. Каталонцам вдруг очень понадобился 30-летний Миралем Пьянич в центр полузащиты. Изначально шли слухи об обмене Пьянича на Артура. Но теперь Спорт С сообщает, что синегранатовые договариваются о следующем обмене. В Турин отправляется Нелсон Семеду, а в обратном направлении следует Пьянич, Дешильо и 25 миллионов евро. Честно, верится с трудом, что Юви так высоко оценил правого защитника, который и регулярного места в составе Барселоны не имеет. Ну а зачем Барсе нужен Пьянич предействующих Бускетс и Де Йонге? Очередная загадка от Бартомео и компании. Кроме того, издание Донбаллон сообщает, что руководство Барса одобрило трансфер из локомотива Алексея Мирунчука за 20 миллионов евро. Похоже, каталонцы забыли, что из-за проблем с финансами сократили игрокам зарплаты на 70% и снова готовы разбрасываться деньгами. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.